друзья всем привет на связи семья базюк и мы шотландии сегодня мы точнее мы устроили себе небольшой отпуск потому что мы отмечаем первый год мужа великобритании не только мужа еще и жены но я прилетела 17 сентября у меня еще нету года да только у тебя и вот мы решили поехать в мини тур этим вы смешишь меня зачем я становился а шотландия шотландия удивительный город я вам скажу такой старый такой необыкновенный среди гор горюшинка покажи-ка города такие мохнатые если честно хорошего понемноженько потом дальше все покажем до устроили мы себе отпуск это на четыре дня на приехали мы сюда на на поезде на поезде русский язык уже начинает забывать и английский нихера не получается учить вот так или на поезде до вышел у нас на двоих получается 70 фунтов обратно мы решили поехать на автобус туда у нас по 20 фунтов на человека выше минус том что ехать обратно 8 часов а сюда четыре часа но ничего 5 часов 5 часов сюда 8 обратно сняли себе такой маленькой хостел дальше покажу какой он это конечно не люкс класс но мы сюда не спать приехали а гулять целыми днями и ночами и вам конечно это все показывать короче меньше слов больше показухи да но и меду достопримечательность в общем оставайтесь нами у нас запланирована очень классная программа сегодня мы приехали заселились пришли на смотровую площадку завтра у нас зоопарк картинная галерея галерея ван гог есть оригинал потом у нас будет эдинбургский замок мы туда также бронировали покупали заранее билеты вот музей детства у нас будет и также мы посетим гора короля артура которую вам показали только что да он король артур он где-то там ну что друзья присаживайтесь поудобней и добро пожаловать великолепную шотландию вместе с нами а именно город эдинбург как и сказал мой муж ранее добирались мы до эдинбурга в поезде цена билета 70 фунтов на двоих добираться около шести часов поезда достаточно комфортабельные есть все условия удобные сидения столик для обеда туалетные комнаты и даже розетки чтобы можно было подзарядить свои телефоны кстати у нас нигде не проверяли посадочные талоны не при входе в поезд не во время не в конце но я советую все же не рисковать и приобрести билеты заранее после прибытия в эдинбургский вокзал мы направились в сторону отеля отель у нас находится недалеко от центра его мы покажем чуть позже но пока давайте понаблюдаем вместе с нами красоты которые мы лицезрели по пути в эдинбург здесь мой муж уже немного нервничал так как наш поезд должен был отправляться в 8 35 но как видите время 8 34 а нашего поезда еще не было но спустя две минуты нам объявили посадку и посмотрите как сказал мой папа на каком космолете мы добирались дорога до эдинбурга конечно же очень живописно очень красиво нам встретились очень красивые горы деревушки фермы где паслись свинки барашки коровы и даже были ламы здесь мы уже выходим из жд вокзала эдинбурга и направляемся в свой отель но сначала вы только послушайте какая музыка играла на площади играл старенький мужчина шотландец конечно мы не могли обойтись без приключений поэтому покажем как мы заселились получается здесь у нас решается а здесь уже пошли блоки это блок одиннадцатый у нас десятый блок скорее всего это вот то дем с левой стороны райончик тихий спокойный магазин если что рядом сейчас вещи положим обустроимся и пойдем гулять пожалуйста ну а чего вы хотели этого мне-то нет поспать есть где только из квадрата как как наше первое жилье 10 квадратов да стол большой подачи полочки есть вид из окна покажи ну же да короче такая комната стоит на четыре дня 400 фунтов да ну и чё мы сюда не спать приехали свежести пахнет здесь мы уже обустроились и пошли до магазина чтобы взять себе еды для перекуса и конечно самое веселье только начинается мы не смогли выйти через центральный вход и зашли в какой-то сад не смогли выйти обратно так как дверь уже закрылась и мой муж перелезал через забор надеюсь моего мужа там не загребли нигде идет как выходить то ты понял открыть дверь это приехали и и и и Здесь мы уже врываемся в новый день и приглашаем вас вместе с нами посетить национальную галерею Шотландии, которая расположена в центре. Вход бесплатный. Поведу вас, покажу, расскажу, что будет там интересного. Говорят, что здесь можно позволить себе бесплатные музеи, потому что есть вот такие пожертвования. Благодаря этим пожертвованиям мы посещаем музей бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Салакас. Салакас. Итак, друзья, сама галерея маленькая, но если вы все-таки в Шотландии и у вас есть 20 минут свободного времени, мы советуем вам ее посетить, потому что картины здесь очень красивые. Ван Гогу, конечно, нет, как нам обещали, но тут даже двери, посмотрите, какие красивые, поэтому обязательно рекомендую. Там молодой человек не выдержал искусства, проголодался, сидит, почует орешками. Молодой человек, расскажите, как вам галерея? Ван Гога нету. Лё. У нас с Димой что ни день, то подъем в гору, то спуск с горы. Так и гуляем. Сейчас нам опять предстоит подъем. Радик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ребят, это еще один национальный музей Шотландии, но мы сегодня туда не пойдем, у нас немножко другая цель. Хотелось бы сказать, когда речь заходит о собачьей преданности, обычно вспоминают хатико. Но мало кто знает о шотландском собрате Бобе, который стал самой известной собакой Шотландии, проведя 14 лет на могиле своего хозяина. И в Эдинбурге в его честь установлен памятник, надпись на которой гласит «Скай-терьеру Бобе, самой преданной собаке в мире». Вот, пойдем посмотрим. Да, мы тут зашли в библиотеку шотландскую. Посмотрите, как правоста апсона лапку. Шрифт, я буду читать. Малый с большими руками. Вы только посмотрите, каждая книжечка в обложке. Просто на каждой. Тут даже есть диски. Вот такие. Все упаковано. Запаковано. Аккуратненько лежит. Далее мы направились гулять по красивой улочке и встретили девушку, которая очень красиво поет. Мы тут шли-шли-шли и нашли какой-то музей. Сейчас зайдем посмотрим. Еще есть финишка. Здесь у нас есть финишка. Это скачает. Мы взяли с кем-клэк. И, шли-шли-шли. Пока. Аккуратненько. С кем-клэк. Мы давайте посмотрим. У него выпуква. Тем, он будет wrapper. В кем-клэк. Кто-клэк. Во-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Какой-в-в-в-в-в-в-вв-в. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По напитку И еще заказали пасту Так, нам сказали сначала Скушать креветки, потом принесут пасту Поэтому геолокацию Оставим, если нам понравится Итак, у нас тут Принесли основное блюдо Паста карбонара У Димы лазанья И также у нас остались Напиточки И на десерт Мы решили заказать Пиццу Потому что мы не наелись Целый день гуляли И так Как обещали Оставим геолокацию ресторана В комментариях Общий чек у нас составил 81 фунт После ужина Мы немного прогулялись По ночному Эдинбургу И отправились отдыхать В отель Ведь завтра Нас ждал не менее Интересный И насыщенный день Здесь мы вновь Вырываемся в новый день И отправляемся Исполнять мою мечту Во второй раз И конечно же Приключения не оставили нас И в этот день Мы сели не в тот трамвай И чуть не уехали в аэропорт Очень вовремя сообразили И пересели на нужный нам транспорт У меня случается Очередной свидант С пандами Спустя два года Красим губки И идем сюда Вот мы только зашли Билеты мы покупали Заранее на сайте Но здесь тоже можно купить Потому что очередь одна И все потихоньку идут Показывают Либо уже купленные билеты Либо покупают здесь в кассе Ну и что Пойдемте Клюха там кто? Смотрите этих чуваков Кенгуру Такие розы На самом деле большой Зоопарк Сейчас вот только что видели Обезьянок Как из этого Из фильма Восстание обезьян Туда заходишь Там прям такие лаборатории Где их походу лечат Эти большие клетки Такие здоровые Они все начали На расабоне Разных видов обезьяны Все предусмотрен Для людей И для детей тоже Тут короче Такой Зоопарк Как этот Все время в гору Поднимаешься В принципе Весь Эдинбург Эдинбург такой Все время в гору Какой-то Сбираешься Сбираешься Забраться Все забраться Не можем Мы короче Не следуем Карте Идем куда глаза Глядят Ищем панд Ищем панд Вот Все зелено Так все чистенько Аккуратненько Уютненько Вот куалы Куалы Пойдем куалу Смотреть Пойдем Тусаки Люди чили Это мы тоже Не знаю Мы говорили сколько стоят Нет Галюха Говорили сколько стоят Да Сказали Пойдемте посмотрим На зебр Здесь они Намного больше Чем в Вене Ноги как скрестил Это куча Ноганок из Мадагаскара Самое что крутое Когда гуляешь По зоопарку Это вот виды Галюха покажи Пожалуйста Это вот вообще Просто завораживает В общем Тут даже растения Как в России Это вы помните Сорвешь А она Не пахнет Она воняет Не знаю Зачем вам Эта информация Продолжение следует... галюха пошли там они галюшкина мечта опять сбывать кормить пришли и все я бегу ради панды вверх чтобы успеть на нее посмотреть пока она не спряталась сейчас посмотрим давай галюсенька расскажи свои впечатления ну у меня еще остается мечта увидеть детеныша панды а тут я видела опять две панды 3 штуки видели панды или тоже 2 панды в общем у меня остается мечта теперь нужно вести мягкий остановиться покушать на самом верху и барбекю парк короче вышло 24 фунта а еще это попить там фанта банка и кого в общем 24 пункта то что если вы будете в этом зоопарке с голоду не умрете но на всякий случай может собой взять чем тут эти столики и все такое и на забрами рядом раз покушаем и дальше пойдем итак друзья мы сюда пришли в 11 44 сейчас на часах 10 минут четвертого можно сказать полноценные три часа мы тут провели у вас на видео это было где-то минут 10 минут 10-15 вверх-вниз и покушали и всяких разных животных увидели тех которых не видели там до этого в общем было интересно было прикольно еще с такими видами здесь вокруг имею ввиду у нас сам эдинбург самое главное еще раз спустя два года я снова увидел свою мечту так что если вы будете здесь в эдинбурге советуем сюда заглянуть до обязательно к посещению находится недалеко от центра вообще можно дойти за час пешком но и не можно доехать за 40 минут но единственно с пересадками от центра нет от центра нет короче доехать сюда тоже нет проблем да ну а сейчас мы приглашаем вас вместе с нами посетить эдинбургский замок древняя крепость на замковой скале центре шотландской столицы эдинбурга неприступная крепость построенная на вершине потухшего вулкана просто завораживает своей красотой и монументальностью практически все значимые для шотландского народа события происходили у этой крепости борьба за независимость многочисленные осады и предательство правление марии стюарт гражданская война под предательством оливера кромвеля вся история англии и шотландии отражается в экспонатах этого музея что делает эдинбургский замок не просто центром столицы шотландии можно приобрести аудио гид который будет озвучивать историю на вашем языке цены представлены сам билет замок составляет 39 фунтов на двоих атоме снимаешь бима короче сколько билет стоит глюков 1950 за человека сюда короче это самый такой большой замок этого построена вершине на вулкане получается да уже не действующим как 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 уже оказывается виды здесь конечно потрясающе мы были вон там или попокажи там чуть пониже этот замок немного повыше то что можно еще более разглядеть эдинбург конечно красивый город кое-как все добрались за колоками ну раз поднимемся и поднимемся еще выше берега покажи в общем я сейчас ходила вот туда отстояла большую очередь здесь можно сказать как музеи и получается там нельзя снимать если вот там мне немножко удалось поснимать пофотографировать то там вообще нет и я когда туда зашла там получается как мавзолей то есть такое стекло и там большая золотая корона и большие золотые мечи очень красиво было поэтому я советую отстоять эту очередь и там получается секундное дело посмотреть все это потому что очередь вот так быстро проходит но это того стоит мы решили взять себе монету на память вот сюда прикладывай карту о как раз какой я хотела сейчас мы вам немножко расскажем покажем вот тюрьма была и и и и и Продолжение следует... 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 здесь нам уже принесли наш завтрак и стоимость такой вкусности составила 18 фунтов плюс 3 фунта чаевые как мы сказали ранее на самое сладенькое мы оставили гора короля артура нам очень повезло с погодой и конечно дорога была очень интересной культурно развлекательная программа пойдем в гору не обойдется через кладбище конечно похоже даже где-то чай хана есть булочками или крылышкой мы только начали а я что-то уже запыхалась дима говорит кайф будет спускаться обратно ну я не знаю конечно а мышки полевые и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, мы определились с маршрутом. Сейчас мы спускаемся, идем вот так по лесу, потом поднимаемся на самый верх, и по самому крутому склону мы спускаемся, и вот так уходим домой. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, пойдемте. Ребята, если вы вдруг немножко устали, так же, как мы, то тут можно покушать ежевику. А, умереть чтобы? Это ежевика черная. Не надо советовать. Аккуратно, чтобы не... Ай, крапива! Аккуратно, чтобы не снесло вон туда вот, а то тут узенькая такая, и вот там какие-то кусты. Для более стареньких рябинка подкрепится. А чего так в России березки шумят? А чего биоствольные все понимают? Просто посмотрите, какая ее красная. Вся уставшая, а Дима там еще сидит и зовет меня выше. Мне очень страшно туда идти. Мне тут нормально. Говорит, что там пиццу будем кушать. Давай, говорю, вот ты сможешь. Галюсенько. Что скажешь? Где мои обещания? Как бы я не сопротивлялась, муж говорил поднять меня на самую вершину горы. И, как видите, вознаграждение было. Здесь мы уже преодолеваем дорогу обратно. Ну, а здесь я рассказываю, что я Галя, покоритель горы. Только посмотрите, какую гору нам удалось покорить. Здесь я немножко показываю и рассказываю, какая я чистая. Ну, а потом я очень радовалась, так как мы идем кушать обещанную пиццу. И вы только посмотрите, какой вечер, что у нас даже разлетался чай. Мы поднялись на самую высоту горы. По предварительным данным, холм высотой 251 километр. Там мы лицезрели красоты Эдинбурга. После спустились чуть ниже покушать, наблюдали за чайками и продолжили спуск вниз. Ты бы пошел сейчас еще раз? Я нормально. Говори, что здоровая. Я отсюда смотрю за мной. Завершить этот день мы захотели в уютном пабе, скушав кусочек стейка с картошкой фри. И, конечно, мой любимый шоколадный брауни с кусочком мороженого. Бар находится в центре, недалеко от нашего отеля. Вкусно покушали. Мы с Владимиром рекомендацион. Да, рекомендационный крутой персонал. Блин, вообще... И проводил нас Эдинбург чудесным салютом. На завтрак мы решили вновь вернуться в кафе, которое нам понравилось. Немного перекусив, мы отправились на автовокзал. Эдинбург провожал нас дождем. Мы очень быстро добирались до автовокзала, так как боялись опоздать. Но, как выяснилось позже, наш автобус перенесли на 50 минут позже. На автовокзале можно было докупить вкусняшки в автобус. У нас был двухъярусный комфортабельный автобус. Как видите, со всеми удобствами. Зарядное устройство. Мягкие сидения. А также туалетная комната на первом этаже. Стоимость двух взрослых билетов от Эдинбурга до Лондона составила 35 фунтов. Добирались мы примерно 9 часов. Мы сразу решили, что добираться нужно поездом и автобусом, чтобы пронаблюдать красоту Шотландии со всех сторон. И, как видите, виды здесь не менее прекрасны, как по дороге до Эдинбурга. На этом наше мини-путешествие заканчивается. Спасибо, что досмотрели до конца. И оставьте, пожалуйста, комментарий, как вам наш первый отпуск в Великобритании. Продолжение следует...